всем привет на второй лекции на прошлой лекции я рассказывал про то что из себя виртуальная машина java представляет какие сервисы она такой с высоты птичьего полета обзор что может виртуальная машина java и я обещал сделать пример hello world на так и не показал поэтому показываю сейчас и в принципе показывать пример hello world не имеет смысла в вакууме потому что как бы когда мы начинаем реальный проект вот в реальном каком-то окружении то тут оказывается что надо знать уже много всяких разных деталей и вопросы в чате уже были значит почему все так страшно ну да все вот так вот значит мы начинаем новый проект в идее он говорит там мэйвин выбрать либо грейдл но выбираем мэйвин как более такую известную штуку значит и дальше он говорит дайте пожалуйста группа иди и артефакт айди этот значит нужно знать что такое мавин координаты так называемые когда вы начинаете свою программу вот писать свой софт в java библиотеку например вы должны иметь возможность как когда-то ее опубликовать и так чтобы она однозначным образом определялась бы среди всех прочих библиотек на java написанных кем угодно поэтому вот разработчики мэйвина они придумали такую классную мне кажется штуку как координаты значит группа иди это ваш домен но только наоборот но допустим если я работаю в компании курс у нас домен курс ru соответственно группа иди у нас рук курс причем эта штука зафиксированная здесь к сожалению нельзя сделать по крупнее ну словами значит эта штука причем зафиксированы уже манам а вин централе то есть это группа иди который нам принадлежит также как нам принадлежит этот домен если допустим мы на физтехе мы можем взять еду физ тех как группа иди в принципе если вы делаете свою домашку и вы не собираетесь это в мавин централе публиковать вы можете выбрать чего угодно в качестве группа иди хоть там ru и ваша фамилия вот меня есть н пономарев . ru я могу выбрать ru . n пономарев в качестве группа иди значит артефакт айди да потому что вы не будете это публиковать на мавин централе вам не надо будет эту группа иди как-то регистрировать там артефакт айди это название программы но название программ пусть будет hello world не будем значит что-то придумывать такого а по и мы получаем новый проект в этом новом проекте мы уже получаем огромное количество папок и возникает вопрос значит откуда это все и зачем это все на самом деле это все происходит вот об этом от этой замечательной штуки мавин которая в javi стану как бы стандартизовала разработку где-то начиная с начала двухтысячных годов очень серьезно значит что такое там центральная идея мавина то что нас здесь в корне лежит такой вот файлик пом xml народе называемый помником расшифровывается так как project object model то есть объектная модель проекта в которой описываются мета данные вашего проекта и все что нужно для того чтобы этот проект собирать на самом деле мавин это там целый огромный мир я даже сейчас не буду рассказывать наш нас там цель лекции другая совершенно но одна из таких серьезных идей мавина их там на самом деле несколько серьезных идей 1 там главное том что за ним идет менеджер библиотек менеджер артефактов то есть если тебе нужна какая-то библиотека то ты можешь просто здесь за задать dependencies ты можешь задать dependency ты можешь вот здесь вот ру курс допустим выбрать группа иди выбрать артефакт айди какой-нибудь там какой тебе надо вот он уже версии предлагает это все из интернета скачивается то есть если вам нужны внешние библиотеки это подключается через мамин именно так но нас hello world нам не нужны никакие внешние библиотеки другая история с мавином в том что они придумали так называемый convention ого конфигурэйшн их принцип такой а значит что это за принцип все в мае не можно настроить можно настроить где чего лежат какие исходники у вас куда сливать там класс файлы как вообще собирать все можно настроить но по умолчанию как бы есть конвенции которых если придерживаться то писать xml код не надо значит и есть такой convention мавин проекта который в каждом java проекте существует значит есть код есть две папки в корне src и target сейчас так лапки target нет потому что мы еще ничего не скомпилировали в как папке target собираются результат сборки туда кладется все скомпилированное все собраны в src соответственно исходники соответственно исходники мы кладем на контроль версии target мы игнорируем ник не кладем на контроль версии значит в src есть две папки main и тест соответственно в папке тест находится код который при сборке выполняет тесты вот ваши вот юнит тест и прочие все тесты я в конце если будет время я покажу значит же юнит сегодня а в папке main находится соответственно ваш код дальше как бы продолжается вложенность папок дальше у нас идет папка java потому что здесь будут исходники на джаве потому что на самом деле в вашем серьезном интерпрайзном проекте могут быть несколько языков присутствовать как вы понимаете часть на джаве написано часть на иску или написано часть на каком-то вашем специфичном языке который вы специально придумали для вашего проекта соответственно чтобы все это дело разделять возникает подпадка java значит это все такие конвенции которые если по дефолту им следовать то вот здесь вот в этом xml ничего не надо настраивать то есть вы вольны разместить ваши исходники где угодно но тогда вам придется лезть в помник и говорить мамину где где чего искать но если вы следуете этим конвенциям вам не надо говорить мамину где чего искать вот она создалась такая вот болванка но на самом деле с мавином там все плохо в том смысле там даже ходит шутка такая что не вы используете мавин мавин вас использует значит проект довольно старый например до сих пор вот такой вот помник он создался но на самом деле этот помник предполагает что мы сейчас 5 джай по моему 5 не в 6 даже 5 джаве будем короче все делать а мы хотим 8 джав и как это сделать никто никогда не помнит но по счастью у меня есть откуда скопировать готовыми решения сейчас так где-то тут а нет их их много этих строчек вот они значит билд плагин тут надо но привыкайте короче да это боль окей значит но мавин немножко просто украине в этом смысле да значит а вот так вот мы задали ему что это будет в 18 версия градал все равно использует смотрите да градал там где-то получше мавина но он все равно использует инфраструктуру мавина для за для dependency то есть вам все равно надо знать что такое мавин координаты вот вам все равно не не обойдется без походов на мавин central чтобы найти нужную библиотеку вот так хорошо восьмерка дальше мы хотим создать нечто и тут оказывается что в джаве ничто не бывает вне класса как я говорил на первой лекции там разработчики джава хотели сделать его с там сейфом секьюр и за счет этого внесли много ограничений которых нет там в других языках программировать таких как си соответственно все в джай начинается с класс но класс он технически может висеть в воздухе и примеры hello world они часто вот класс в воздухе как бы подвешивать но на самом деле классы лежат в пакетах то есть такую сущность как пакет надо понимать самого начала поэтому мы прежде чем создать hello world мы должны создать пакет и вот тут дальше возникает вопрос как называются пакеты в джаве именование тоже исходит из идеи относительно вашего владения доменом каким-то например если я работаю в компании курс то я здесь пишу ru точка курс а потом название там пакета которое мне надо начну мы делаем пример для физтех а значит пусть это будет еду . физтех . hello это будет название пакета почему так это позволяет нам держать название пакетов глобально уникальными то есть мы можем потом импортировать пакет в любую программу ну если уж мы как бы на физтех и работаем все в одном организации мы как-то разберемся как пакета именовать да но если там какая-то другая компания сделал другой классный пакет под названием hello он будет отличаться префиксом которая в себе содержит уникальный домен этой компании который никто кроме этой компании не владеет соответственно вот такое вот правило насчет именования пакетов еду . физтех . hello то есть сначала идет то что нашу компанию идентифицирует или вас как разработчика дальше идет название пакета пакеты могут быть вложенными но тут тот уж мы можем задать в класс вот пусть будет это будет класс hello назвать надо значит а дальше мы и если мы в идее а ой давайте я сделаю покроют покрупнее покруче значит так это нам уже не нужно ой сейчас секунду а значит я пишу и psvm ты дышь значит он не пишет public static вот потом я пишу с аут и потом ты дышь и тут мы пишем hello world вот так как бы в идее пишется hello значит а в идейке есть огромное количество вот этих вот сокращений просто чтобы не писать эту ботву все время руками вы начинаете их постепенно как бы к ним привыкать значит public static void main system out println hello world и ужас ужас значит все java ругают значит мы хотели hello вот написать а я тут уже сколько распинаюсь перед вами 15 минут до чтобы написать hello world потом hello world вылез к сожалению так то есть но здесь как это я же говорил на первом занятии размен между лейтенцией трубку то есть лейтенцией тут плохая но зато струб от отличный когда вам надо писать много программ в таких интерпризных тут вот это все она начинает и пригождаться значит все ли это что я хотел сказать пожалуй все то есть если сейчас сейчас вам непонятно примерно все что написано здесь но или уже понятно многие из вас уже ходили на семинар там начали делать то есть это у нас java файл java файле объявлен пакет пакет в котором он находится если мы хотели бы заимпортировать что-то то есть использовать какие то мы бы внесли здесь импорт значит мы определили здесь класс hello который содержит себе метод main значит в отличие от си где метод где процедуры могут лежать в воздухе методы в java могут лежать только в классе значит static это значит что этот метод он не привязан к экземпляру класса hello то есть он не требует инстанциирования объекта hello для своего запуска ну и вот система out println вывод вывод в консоль значит мы это дело скомпилировать можем при помощи мавина да и мы хотим еще сделать запускаемым запускаем эту программу потому что вы для этого мы ее запустили а как нам быть если не воды и если не воды и то нам надо опять пойти куда-нибудь значит и скопировать еще один плагин который называется jar плагин я это прямо сюда скопирую наш помничек вот значит в этом jar плагине мы вот объявили здесь манифест и тот самый класс который себе содержит main main метод но здесь он немножко другой он у нас еду из тех . hello пакет . hello вот мы идейка нам подсказывает почему так потому что в одном джарники может оказаться много классов с методом и это нормально но только один метод main мы хотим манифестировать как точку входа в программу что когда она скомпилировалась она бы собралось значит теперь вот это все мы готовы собрать значит я пишу мы в n clean install whatever it means то есть сейчас пока может быть это все кажется непонятным значит но запоминайте мы в n clean install значит дальше я сейчас схожу в свою папочку где у нас hello world пример есть продемонстрирую у нас образовался target папка target значит в этой папке образовались классы в частности у нас образовалась вот эта папка еду фисте hello и там образовался hello . класс это байт код скомпилированный из вашего java кода если мы его откроем и мы его значит хексом откроем мы увидим здесь волшебные 44 кафе baby вот значит вот это как кафе baby это 4 магических байта с которого надо начинается любой класс с байт кода в джаве вот их полезно знать значит джависты все там любят про острова про кофе вот это вот все значит и у нас появился здесь жарничек значит давайте мы этот жарничек теперь запустим им ну в консоли неважно в какой linux там windows вообще неважно значит java минус jar дальше он у нас найти называется как hello вот hello вот snapshot jar нажали и у нас получился hello то есть что мы получили мы получили жарник который себя представляет на самом деле если вы открыть зипом раззиповать в нем лежит архив в котором лежат скомпилированные классы всего лишь навсего вот это вот структура еду потом мид потом hello потом этот холлоу клад и в нем лежит манифест манифест это мета данные в частности в этом манифесте прописано но если его открыть там не знаю откроется у меня так много дурачка или нет что-то за завис вот открывается давай открывайся в общем там будет указание на класс который запускать вначале да вот 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 видите main класс еду физте холохова то что мы прописали в помнике перед тем как начать программировать то есть да манифест для другого значит хэш сумма это хэш сумма уже джарника самого и она хранится в отдельном файлике который вместе с джарником публикуются например в мавин централь нет просто так сказать из опыта аппарат это некоторые значит товарищи типа microsoft и других которые любят значит open source пытаются таким образом прописать там в ресурсах или манифесте до контрольные суммы это лечится знаете чем вы удалите их до туда и позже будет работать да но я я не уверен является ли это стандартной фичей вот именно джава но я могу здесь ошибаться окей 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 значит но как бы обычно open source ный жарники такого не содержится есть контрольная сумма которая подписывает сам джарник вот самая сильнейший например вы без и цепи не сможете опубликоваться на момент центральной но она именно снаружи они внутри там что-то нет вот так давайте я перейду немножко в режим показа слайдов значит вот эту демку я продемонстрировал вам да запомните вот эти вот сокращения psvm south и другие сокращения которые есть в идейке они вам очень сильно жизнь облегчит ирана был джар мы построили давайте погоним про язык обычно разговор про язык он начинается с перечисления ключевых слов и но их немного немало их вот порядка 60 они вот такие четыре столбика влезают я не знаю больше их или меньше чем современным си но вот си например очень гордился там свое время что у них мало ключевых слов мы видим что некоторые ключевые слова они пришли с девятки из десятки и так как они как бы девятка и десятка тоже очень очень зрелая платформа который очень очень много всего написано то эти ключевые слова они контекстно зависимые то есть вы там можете назвать даже переменную словом экспорт но вот в том месте где у вас должно быть ключевое слово экспорта но будет работать как ключевое слово вот сваром по моему тоже с та же самая история вы не можете назвать десятки тип то есть класс можете назвать словом фар потому что это как бы ключевое слово но в других местах вы можете использовать war потому что ну по наследству уж столько кода досталось как бы до наших дней дошло что просто так взять и ввести новые даже но очень нужное ключевое слово нельзя есть забавная история вот эти вот два ключевых словов джави конст и утул они есть с первой версии и они там заведены только для того чтобы никогда их не использовать то есть но вот когда там в конце 90-х проектировали язык значит уже тогда был консенсус насчет того что галту это плохая фича от нее плохой код вообще не используйте галту и но все по моему галту есть во многих языках таких структурных есть и соответственно галту взяли зарезервировали как как токен лексически но он никакого смысла вообще не несет и типа никогда нести не будет языке вот с констом там немножко по-другому вместо конста работает файл но мы сегодня это рассмотрим хорошо что вы этого не знаете это страшная фигня из-за которой происходит плохой код в языках правда программировать а безусловный переход когда впереди вот в эту точку там но но это даже очень здорово что не знаете в такую гуту раньше языки содержали его сейчас как бы это считается где-то где он есть это считать просто плохим стилем так программировать джави изначально галту решили запретить комментарий комментарии в три типа есть языке пасе знакомые вам multiline коммент пасе знакомый вам single line коммент есть комментарии так называемый java dog это изобретение джавы я не знаю как других языках там это падет но в джави это самого начала на уровне платформы было реализовано значит если у вас имеется некоторая сущность такая как класс или метод ну или какой-то другой член класса например публичный какой-нибудь там поле то вы над этой сущностью можете повесить java dog комментарий который от обычного многострочного отличается двумя звездочками впереди то есть слышь и две звездочки вот слышь и звездочка это просто комментарий а слышь и две звездочки это java dog комментарий и вы в нем можете дать мета информацию во первых вы можете описать что это такое зачем это нужно как это работает во вторых здесь есть теги специальные например теги для параметров метода теги для возвращаемого значения метода теги для ошибок для исключений который может выбросить данный метод все это вы можете описать и при помощи встроенного инструментария java это все компилируется в красивый html который является хелпом к вашему проекту хелпом к тем классом к тому и пиай который вы реализовали в вашем проекте писать java dog и является одну обязательной практикой в интерпрайзе но по крайней мере к публичным классом и к публичным методом это обязательно и даже есть программы которые специально проверяют и не будут пропускать там на себя и ваш код если вы не написали java dog типы в джаве есть три как бы разновидности типов так повелось исторически это примитивные типы массивы и объекты значит что в общем то не очень здорово с точки зрения чистоты языка с точки зрения системы типов языке потому что какие-нибудь там чисто объектно ориентированные языки там типа смол тока они сразу говорят вот все есть объект но как бы java язык такой практичный и поэтому там принималось решение что давайте мы сделаем примитивные типы когда нам нужна скорость работы и объекты для всего остального и поэтому немножечко система типов расслоилась с массивами тоже очень интересно вышло потому что массивы с одной стороны нам нужны если мы что-то нетривиальное хотим сделать но потом когда в джаве появились дженерики и всякие контейнеры оказалось что массивы которые с первой версии языка есть и они нужны они общивляются фундаментальной фичей языка они очень несовместимы с идеологией контейнеров с идеологией generic классов я про это все подробнейшим образом буду рассказывать вот и в принципе то есть сейчас вот такой вот расслоение на примитивные типы массивы объекты может быть не очень удачной с точки зрения дизайна языка не очень удобная штука но тем не менее она есть и понимать ее надо значит примитивных типов вот ровно столько сколько здесь перечислено 8 до 8 штук четыре из них это типы целочисленные один чар два типа для плавающей точки и один для более значит давайте посмотрим что у нас есть значит нашей колоде целочисленные типы они вот такие и в отличие от си и и же с ними их размер жестко зафиксирован то есть байт это всегда один байт short это всегда два байта там int это всегда 4 байта long это всегда 8 байт в любых инкарнациях языка джавы это так это нужно как раз для вот этого принципа right once run everywhere виртуальная машина нам обеспечит эти типы никаких сайзов ничего от этого не надо мы всегда знаем строго что так было есть и будет всегда наиболее распространенным целочисленным типом является int он наиболее практичный как бы это было во времена и по в эпоху расцвета 32-битных архитектур сейчас конечно 64-битные архитектуры но практически для практических применений это действительно всегда годен и наиболее частый целочисленный тип который вы встретитесь в программировании это int дальше мы объявили что-то и нам надо это как-то записать для этого в языке есть литералы тут я вам чуть-чуть покажу демку что есть у нас значит давайте мы объявим какую-то переменную int и равняется вот такому вот и напишем и вопрос что сейчас вы выведет программа что на микки не вас не проведешь ребята да она выводит 8 это самое может быть эзотерическая часть как бы языка джава я не знаю кто этим пульс я ни разу не видел чтобы восьмеричную систему использовали на ну на практике но тем не менее она есть и вот число если начинается с нуля то дальше джава его читает как восьмеричная сейчас он конечно выведет 10 сейчас он конечно выйдет 10 значит если мы хотим какое-нибудь очень большое число мне кажется уже достаточно большое которое не влезает в тип интеджер надо еще на накинуть нули наверное да вот он уже говорит не уже уже компилятор не влезать мы можем его объявить как long long она как бы должно влезть но литерал вот такой вот это литерал им товой поэтому чтобы нам дать лонг мы должны добавить большую буковку l в конце то есть по умолчанию без буковки l это литералы in to вы и он нам не даст вы ну как бы литерал сделать за пределами диапазона с буковкой l это литерал лонговый и он уже там нам не даст вылезть и за пределы диапазон лонг его есть очень интересная штука про которую там не все знают мы можем вот так вот разбить это дело подчеркиваниями значит если вы пишете какие-то там научные дела с расчетами у вас много магических цифр к магических чиселок которые вы включаете в программу виде констант их можно так вот расшибать подчеркивание причем подчеркивание вы можете в любом количестве в любом месте вот так вот вводить это все равно будет валидное число вот опять же как бы не все знают про эту фичу но она есть так что там еще у нас смысле одиночную кавычку они не 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 одиночная кавычка это чар мы сейчас будем говорить про него он сразу эти ждет что здесь будет чар и нет разделитель разрядов это подчеркивание и причем вот к этому компилятору все пофигу куда вы воткнуть эти подчерки между разрядами там не между разрядами 10 подчеркивание 100 подчеркивание вообще все равно так hexadecimal но это этим как раз пользуется вот 0x кофе бабе значит это эта штучка если мы ее выведем от какое-то отрицательное число потому что у нас впереди старший разряд в общем единичка ах да насчет насчет знаков если мы вернемся на этот слайд мы увидим что все эти числа знаковые и если вы всяк пользовались он сайдом то забудьте про он сайт он сайдов джави нету все целы целые числа знаковые он сайдов нету это иногда неудобно но в принципе значит народ привык за счет того что нужен вам он сайт шорт но объявите int и тогда вы до 64 тысяч вполне можете там работать с ним вы можете даже работать сайт шортом в пределах арифметики как бы если вы понимаете что происходит просто приводить его в самые конец в самом конечном ну в самом конце вы вычислений просто приводить его консайдинту то есть вы потеряете таким образом то есть сейчас на байтах не принято экономить но в эпоху вообще 64 битных архитектур и в этом смысле если вам нужны числа больше двух миллиардов но используйте лонг на байтах на байтах не экономят вот собственно вывод какой так binary есть опять же возможность binary литералов 0 b 0 1 0 0 1 и кстати говоря это не отменяет того что вы можете подтвердить подчеркиваниями приправить этот литерал где хотите ну про восьмеречную вот эту историю я вам уже рассказал просто остерегайтесь и и мне кажется что ни один вменяемый человек в этим не будет пользу типы с плавающей запятой они как в сях их два лоты дабл флот 4 байта дабл 8 байтов и опять же флот это скорее пережиток прошлого темного прошлого значит когда раньше экономили на байтах вот это стандартные два размера но флот как правило там всего 67 цифр умещается в него значащих цифр и как правило он вообще ни для чего не годится во время уона там 90 это имело практическое значение практическое значение сейчас флот может иметь если у вас большие какие-то массивы данных как это график или еще чего-то вы объявляете массив флотов и сразу экономите в два раза себе пространство но вам не нужна большая точность но вы точно знать что флота вам хватит вы объявляете массив флотов и сразу у вас два раза экономия как бы но окей ну что такое экономия два раза в наше время значит поэтому скорее всего всегда в жизни вы будете пользоваться даблом и только даблом с даблами тоже интересная история так литералы литералы в принципе я думаю вам знакомы давайте мы объявим переменную дабл и смотрите а вас не смущает что я тут объявляю переменных разных типов а вот здесь вот пишу println и и он это все сжирает нет я не знаю чуть-чуть зачем я вам рассказываю тут все вот значит да здесь все похоже на на плюсы то есть если мы хотим 2 скорость света до задать что мы можем это сделать таким образом если мы хотим отличить именно да было тын то мы можем написать просто один с точкой наверняка вы на плюсах тоже так пишите да чтобы сказать этот литерал он целый конечно это 42 но это 42 с плавающей точкой то просто пишите точку в конце 0 не пишите экономите себе одно нажатие кнопкой а компилятор уже знает что туда был переменная вот если вам нужно floating значение вы пишете в конце f вот так как по умолчанию все эти литералы дабу но вряд ли вы когда-нибудь будете пользоваться флотом поэтому это просто как бы нужно знать есть совершенно как бы фантастическая история относительно того что вы можете написать вот таким вот образом шестнадцатеричная 16-ричная мантисса и двоичная основа то есть это будет на самом деле 0 125 удавайте сейчас посмотрим что это да это 0 125 это на самом деле 2 в минус 3 степени почему потому что здесь 1.0 но показатель да если это е то этой на 10 минус 3 степень но так как мы впереди сделали префикс 0x значит это 16-ричное число и значит здесь уже у нас не буковка е а буковка п и здесь идет в десятичной записи но степени двойки то есть это будет 2 минус 3 степени то есть это точная запись точная запись числа 0 125 потому что на имеет точное представление в типе дабу тип дабл как вы наверное знаете или догадываетесь на самом деле внутри себя содержит двоичное представление из-за этого некоторые числа которые десятичные очень хорошо показываются двоично очень плохо показывается например если мы возьмем дабл и 2.0 минус 1.1 по-моему такой пример да что мы получим на выходе мы получим 0 8 9 9 9 9 в конце значит это печаль связанная с тем что ноль целых одна десятая это конечно конечная десятичная дробь но поэтому с этими штуками очень легко как бы на как бы ошибки накопить и вот такие штуки получить вот вычислительную математику уже проходили или нет еще начали вот я думаю что там начинается вот таких вот фокусов все мы с этим сталкивались поэтому плавающие запятая то не числа степ тип дабл это не ваш друг это ваш враг будьте с ним осторожнее во первых вот это вот всегда помните про это никогда не считайте деньги дабл вот то есть вы придете там какой-нибудь стартап мы станут скажут давай быстренько напиши нам тут финансовую систему которая будет там бухгалтерию нам считать такие окей там рубль 85 значит дабл вот никогда так не делайте для того чтобы считать деньги надо использовать либо целочисленные типы вполне пойдет вам хватит вам там лонга вам точно хватит чтобы рублей считать и копейки даже вот либо есть такой тип big decimal который специально предназначен для таких вещей никогда никогда не считайте деньги дабл в тех системах которые считают деньги там у них специальный тип данных не не дабл он там специальненько все округляет и специальненько эти тичные значения точно представляет вот во вторых уже мало времени ладно не буду это показывать живую и нет я все-таки покажу это вживую это это просто надо видеть значит смотрите давайте мы возьмем два поделим на ноль и запустим это что у нас здесь произойдет происходит exception потому что мы делим на на zero а если мы напишем 2.0 делить на 0.0 как вы думаете что из на infinity что такое что за фигня оказывается в первом случае у нас была целочисленная арифметика то есть когда мы написали здесь два делить на ноль значит это 2 это на самом деле целое число и ноль целое число и поэтому java сначала посчитает вот это вот а потом присвоит его даблу сначала она посчитает это как целый тоже здесь везде целое да она будет точно считать целое число делить на ноль никак не не получается нет такого делить на ноль она выбрасывает exception значит division базиру вас программа здесь остановится но как только вы превращаете это все в дабл историю она будет это делить скорее всего этим самым со процессором встроенном систему который специально работает с даблами а в даблы помимо значит вот этих всех значений них есть еще плюс инфинити минус инфинити и ноты number три значения дабловских и вот когда вы делите дабл значение на самом деле здесь можно по моему даже вот так вот 2 делить на 0.0 хотя бы если одно из них дабл то тогда он приводит второе к даблу инфинити сейчас будет инфинити тоже вот могу он будет то же самое потому что одно из них дабл другое интеджер значит ему нужен дабл на выходе он будет то есть он этот ноль сведет к даблу да совершенно совершенно правильный вопрос значит то есть если хотя бы один из них мы сейчас будем говорить про операторы после перерыва ну как бы требует большей точности он приводит большей точности поэтому вот это вот история она при нее надо помнить деление на 0 она даст вам инфинити который дальше будет в переменных ваших как-то участвовать и черте что может получиться 0 делить на 0 выводит ноты number но при этом вы не можете написать if a равно ноты number потому что сравнение с ноты number любого значения всегда дает false даже если этот сам ноты number собственной персоной вот очень сложные истории поэтому значит сравнить бесконечностью нам не работает надо проверять с помощью специальных встроенных функций и знам из infinite и в общем это страшные головные но еще вспомните java скриптовые и равно 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 там вот это вот все значит и семантик да я сейчас буду говорить что куда происходит ну чуть попозже когда мы про арифметику будем говорить вот значит есть такое слово позабытое ключевое strict fp значит это связано с чем с тем что java же говорит right one страны и ривы я получаю везде одинаковые результаты но вычисление с даблом они отдаются арифметическому сопроцессору и так получилось что вот как раз в эту пору intel стал эти самые арифметические сопроцессоры делать и там было больше разрядов чем 64-битный дабл стандартные который собственно хранит это в памяти то есть если мы выполняем какие-то дабл вычисления то это все передается в сопроцессор тот работает на большем количестве разрядов а потом округляет его обратно до 64 бит отсюда происходит что где-то какие-то переполнения где-то какие-то ошибки они там нивелируются и получается более точный результат на выходе чем если бы мы каждый результат округляли до 64 бит из этого произошло что java нарушила как бы свое обещание и на системах с арифметическим сопроцессором intel выдавала другие хотя и более точные результаты вот там где это невозможно но например сейчас это трудно представить но например какие-то применения типа шифрование криптографии вам нужен точный результат всегда один и тот же вот вы пишете ключевое слово strict fp над классом или над методом и тогда это говорит java машине не используя как бы всю возможность арифметического сопроцессора округляй до 64 бит каждый результат вычислений это получишь более плохой результат но зато он будет воспроизводимый на любой машине в том числе на той где сопроцессора нет это все но потеряла такую важность сейчас как это было важно в девяностые годы но тем не менее этот strict fp в языке остался и где-то вы его можете увидеть давайте вот я выведу эту картинку мы сделаем на 5 минут перерыв значит приводимость числовых типов вот этот график он показывает жирная стрелка это значит что тип приводится автоматически то есть мы можем просто переменную от одного к другому присвоить пунктирная стрелка означает что присвоение возможно но с явным сведением типа с потерей точности то есть смотрите если у нас имеется вот такой вот код у нас ой дабл флот вводится в дабл явно да чё такое вот то есть если у нас имеется флот какое значение результат предыдущего вычисления переменную дабл он приходит автоматом неявным образом потому что дабл имеет большую точность это жирная стрелка на той диаграмме если мы теперь хотим дабл свести кенту то мы пользуемся вот таким же синтаксисом как знакомые вам по сям синтаксис мы можем свести кенту но в данном случае результатом сведения будет естественно 9 потому что просто дробная часть отсечется при таком сведении если нам нужно округлить то тогда мы используем метод math round который округляет до ближайшего целого но так как он берет себя дабл этот дабл может оказаться больше двух миллиардов значения и чтобы это уместилось то результатом math round является тип long и вы не можете положить тип long в тип int не проведя вот этот вот вот это вот сведение типов вот в этом случае у вас отрежется просто меньше и там 32 бита и если все число в 32 бита действительно по укладывается то так и получится то есть вот на самом деле это не очень красивая конструкция int math round x но на практике она встречается сплошь и рядом ничего не поделаешь тип чар самого начала это очень здорово джаву задумали как язык который поддержите не код в этом смысле например питон он только 3 из там как-то поддержите не код а второй там все очень плохо с не кодом то есть все 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 в джаве возможно любые символы но как бы изначально правда предполагалось что строки будут кодироваться вот и об 16 то есть в то время когда джава начиналась по 2 не кодом подразумевали пространство 65 тысяч символов который кодируется 16 битами и тогда казалось что все иероглифы и все можно туда уместить но и модди же тогда еще не было вот и всяких таких вещей поэтому видели ли тип чар который точно 16 бит но и как бы казалось что он любое геникодный символ себя вместит но потом все дело изменилось сейчас vtf 16 16 битами обозначается так называемый код юнит и в принципе это может быть пол символа но это очень экзотические символы то есть в огромном количестве практических применений чар это символ но вообще говоря если вы хотите валидные программы писать с точки зрения обработки строк надо помнить что чар это на самом деле не символ это может быть пол символа четверть символа этому это именно и тф-ный код юнит они символ хотя все что вы считаете символом там из русского латинского там грузинского и как угодно алфавитов она все умещается в чар отсюда вывод осторожнее с чаром используйте стринг то есть если вам реально нужно обработать строку из одного символа используйте строковые строковый тип мы про строковые типы тоже будем говорить через занятия и вот про регекс по и про все вот этот используйте строки потому что лучше одна символьная строка вы точно знаете что это такое чем чар который может оказаться но выкинуть какой-то историю непонятную с юникодом литералы значит ну давайте я покажу коротенько литералы тоже в живую значит чар и литерал задается одинарными кавычками то есть я не могу здесь три вставе символа потому что это чар она из одного символа строка кстати говоря забегая вперед string она задается двойными кавычками и здесь может быть что угодно но вот чар одинарными кавычками и такая особенность значит значит если мы воспользуемся вот такой вот escape секунсом сейчас 11 сек значит то мы здесь получим юникодные значение это вот escape последовательность для для пи и можно сюда в чар воткнуть если либо это могут быть escape твой из например если мы хотим а бэкслэш что мы можем заэскейпить бэкслэш бэкслэш и мы тогда получится у нас бэкслэш вот тут более менее идеология похоже на сишна но есть один нюанс связанный с вот этими не кодными escape ами лук into c юзер значит если мы так напишем и попробуем его скомпилировать он не скомпилируется потому что на самом деле вот эта последовательность обратный слэш ю и потом код эта штука которая разбирается как бы на первом самом проходе вообще да 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 того это комментарий не комментарий вы можете даже escape коды использовать вместо вместо вот ну скобочек например вместо скобочек вы можете escape коды использовать и это скомпилируется в джаре вот а значит как бы вам это наверное не нужно вам escape коды для дени кода нужны именно тогда когда вам надо вставлять какие-то хитроумные эмодзи в ваши строки но вот такая вот штука она реально может мозг взорвать то есть лучше лучше об этом знать значит на самом деле и так как бы забегая вперед мы можем объявить в джаре вот такой вот метод значит сумма ндфл мы же в 1с находимся в учебном центре и и это будет работать то есть в джаву джавный этот джава файл это штучка там может быть закодировано ютф-8 но вообще любой и не кодной кодировкой и все название переменных методов классов они могут быть какими угодными вы можете хоть по при помощи эмодзи называть методы и там некоторые там лекторы там публику развлекают тем что называют методы с при помощи эмодзи там это очень здорово выглядит с эмодзи нет значит что такое контест но как бы прием домашнего задания идея в том что вы шлете домашнее задание а потом мы с олегом делаем код review как мы ну я не знаю как олег я делаю код review как я бы его делал любого моего разработчика в компании который делает пол реквест соответственно если разработчик компании мне сделать такой метод я скажу на самом деле не я скажу еще инструмент чек-стайл на уровне сия пошлет этот пол реквест куда подальше потому что он скажет что название метода не соответствует паттерну который мы выбрали а потом это содержит только латинский бук то есть это это ну правило хорошего тона чтобы делать скот более читаемым хотя на самом деле джава не запрещает это делать то есть это только для для хиханик но такое есть если это компилируется работает да можно я не против ламбока на самом деле если у вас так так тошнит от этого бойлер плейта джавовского вот подождите туда же в ссылается они не файл по моему и целые но контест ладно там один файл но когда будут домашки это будет целый проект давайте я сейчас это расскажу и потом вернусь к этому я потом вернусь к демки если хватит времени у нас же до 45 минут до время слайдов еще слайдов еще много да еще будет семинары можно тоже там поздавать вопрос значит так 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 escape sequences просто слайд есть вы можете его найти и значит увидеть что здесь нет ничего такого чтобы вам по оси не было знакомо то перевод строки nr вся вот эта вот история такая же точно как сиси сиси большая совместимость тип булли он уникален для java значит у него есть два литерала true и false который задает его значение в отличие от си и других языков многих других языков целые числа не сводится автоматически к булли и и это спасает от очень многих ошибок до в джаве огромный бойлер плейд там джава можно но можно за многое чего решая ругать и там частности изобретатели котлина они вот вот прям вот вашу боль как бы адресовали вот котлен он лучше из двух миров объединяет но и либо ламбок присобачивать но в чем джава хороша это в том что они очень сильно подумали о безопасности о том чтобы от ошибок избавить есть такой сорт ошибок ну типичная ошибка новичка программирование такая if x равно нулю бла-бла-бла не все помнят не все знают где-то опечатались что оператор присвоение оператор равенства трабин разные операторы результатом оператор присвоения является то что мы присвоили то есть это ну 0 оно свелось к кенту вернее она свелось к буллину к фолсу и результате вот эта вот часть она не выполнится никогда которые вы и фи в джаве такой не проканает если вы в джаве такое напишите она горит у тебя тип выражение инт овый а я хочу чтобы тип был булевский потому что ин ты автоматов буллин не сконвертируется вы либо и сконвертируйте в буллин например тернарным оператором как-то либо посмотрите может вы чё-то накосячили сейчас значит определение переменных и область видимости ничего про сути дела нового значит сначала идет тип потом название переменной совершенно сишный стиль кстати в котле не переделана задом наперед чтобы там type in ференс красивее выглядел в этом смысле в джаве который идет в сторону type in ференс не повезло тут красивого не получится значит возможно вот такое определить две переменных в одном стейтменте через запятую int и запятая жизнь значит и и же будут целочисленными но это не приветствуется то есть чек-стайл рулами такое запрещается в принципе это считается плохим тоном и как я уже сказал технически возможно называть что угодно любым юникодным текстом вообще любым но так никто не делает и такое на практике делать запрещают значит есть такое понятие декларация переменных есть такое понятие как инициализации переменных и здесь опять же существенное существеннейшее различие от си на что все вы можете переменную за декларировать потом использовать и если вы ее забыли про инициализировать в ней может лежать любой мусор как мы знаем значит сишной переменной на ну что там оказалось на стеке в этот момент но то у нас и выведется в printlm в джаве не так джава не даст это даже скомпилировать вам такой код джава вам такой код не даст даже скомпилировать усвоить и как бы насколько джава старается помочь обойти вот типичные косяки типичные ошибки какие-то типичные штуки насколько она старается быть безопасной значит если вы пытаетесь такой код скомпилировать он скажет что в варе был ноты ниша лайф потому что используешь location date дата и и задекларировал но ты ничего не не присвоил я не скорее всего это ошибка вернее стопудов это ошибкой даже компилировать эти такую ерунду не стану соответственно имеется два способа инициализации вы можете отделить инициализацию от декларации то есть где-то наверху и и задекларировать потом где-то ее присвоить либо вы можете присвоить прямо во время декларации это хороший способ избегания ошибки типа варая был ноты ниша лайфт объявили переменную тут же и и за и за использовать но смысле как-то проинициализировали чаще всего так и делается в джаве считается хорошим тоном объявлений переменных не выносить куда-то наверх а объявлять по месту использовать то иди переменная понадобилась первый раз там мы ее и объявили то есть меньше визуального мусора в коде ключевое слово final нужно она в языке для двух разных вещей концептуально разных вещей значит про одну вещь я буду рассказывать на следующем занятии потому что она запрещает это запрещает переопределять методы запрещает переопределять наследовать классы когда мы про классы будем говорить другое использование это для того чтобы объявлять константы немутабельные значения значит переменная которая объявлена final переменной может быть инициализирована и обязаны быть проинициализирована что все вы должны использовать то что вы вернее все что вы используете вы обязаны проинициализировать но после не цели зации второй раз менять ее значение нельзя то есть вот такой вот код вы где-то определили эту а например вы можете определить ее как поле в классе но тогда он потребует в конструкторе класса его проинициализировать в ее проинициализировали и дальше она не сможет меняться то есть дальше если вы читать вы ее можете сколько угодно а вот присваивать и и новое значение у вас не получится это очень классная штука не только для того чтобы задавать какие-то магические константы типа пи там или 42 которые вам нужны а для того чтобы делать так называемые немутабельные объекты то есть объекты которые в момент своей конструкции создали с какими-то значениями и потом их внутреннее состояние не меняется за счет этого получается объекты которые вы можете использовать в разных потоках выполнений безопасно потому что не мутабельный объект до потока безопасен значит если мы объявили не int а какой-то объект то не мутабельные становится ссылка на объект для этого вы должны избегать такое утечки объектов как это называется даже и мутабельность есть то что вы на грамотно написали то есть если вы написали класс и мутабельный класс то есть если вы написали такой класс которым 7 поля объявлены как final вот это называется и мутабельный класс то есть вы вы можете один раз только про проинстанцировать и потом в раз между разными потоками шарить да да она пытается нас отберечь а забудется есть методы как бы сделать синхронизм объект из любого объекта там есть такие 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 штучки я покажу но на самом деле на практике они как не пошли но тут понимаете здесь соединяется как бы лучшая мысль на конец девяностых годов когда ее делали а потом когда что-то пытается пытались там приделать к ней к сожалению обратной совместимость сильно тащит java назад во первых во вторых практика который уже сформировалась на джаве то есть какие-то идеи которые казались прям хорошими хорошими они не взлетели и меня еще будет много шансов про это рассказать вот мы сильно забегаем вперед сейчас когда говорим про потоки и мутабельность мы про это все будем говорить вот ну да то есть что-то надо прямыми руками где-то она помогает ну что есть то есть да будет компилейшн эрор потому что если это обернуть и фом который на момент компиляции будет неизвестно чему равен то джав будет рассматривать как возможность изменения финальный перемен тут есть такая штучка что если обвернуть и фом который на момент компиляции точно будет равен фолс то тогда java просто скроет этот код потому что есть ладно я потом скажу в общем этот это детали такие но это вот на всяких хитроумных собеседованиях знаете с подковыркой или вот на оракова сертификейшн экзамы если будете сдавать вот там вот любят такое на практике это вообще не надо знать то есть это просто забивание головы бог знает чем но подковыристые как бы фичи они есть так область видимости переменной примерно как все то есть если мы в начале блока переменную определили допустим к а блок закрыли все к она видно только в пределах блока своего если мы в пределах метода к определили то есть на самом деле видимость определяется грубо говоря фигурными скобками метод тоже у нас фигурными скобками определен но метод это можно сказать что блок следующий за декларации метода класс но класс уже блоком не назовешь да но там тоже идут фигурные скобки и поэтому в классе те переменные которые определены они видны как бы пределах класса ну или через точку если они public но всяком случае локальные переменные они видны в пределах своего блока блог закончился видимость пропала глобальных переменных то есть все в джаве внутри класса глобальных переменных нет хотя сделать их кривыми руками можно поговорим об этом значит появилась java 10 по моему это я написал java 1 потому что java 11 это long-term support версии но уже версии java 10 появилась такая приятная штучка как type in ferens значит смотрите значит до 10 java код выглядел вот таким вот образом вы создаете какой-то объект прописывайте его тип значит вы его прописываете как справа так и слева то есть и здесь вы определяете тип переменной да а здесь вы говорите я хочу такой-то экземпляр потом вы говорите получи мне connection значит открывается connection и да и знает компилятор знает что результат этого дело будет иметь тип url connection вы можете не знать то есть раньше до того как ну если у вас плохой идее допустим если вы в текстовом редакторе чтобы вот этот скомпилировалась вам надо пойти в исходник метода open connection узнать какой тип он возвращает и объявить переменную соответствующим типом в хорошем идее это делается там local variable там парой кнопок сразу опса на делает вот но как бы в текстовом с текстовым редакторе это трудно сделать значит ну и так далее то есть вам надо много много писать здесь слева после десятой джавы появилась возможность везде писать вар 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 смотрите мой хайлайтер которым я делаю эти слайды он не понимает десятую джаву он вар не подчеркивает кори этим самым жирненьким потому что новое кодовое слово вот но соль как бы в том что этот вар это не тот вар который в java скрипте вар это то что да это да это тот который надо вар то есть а вы объявили вот этот код fx на самом деле это просто сахар для типа url дальше вы не можете изменить дальше в эту переменную вы можете только присвоить то что совместимость типом url также и здесь вот это вы можете уже написать просто на коленке в текстовом редакторе вы не знаете какой там правильный тип у коннекшена да бог с ним напишем здесь слово вар но главное что теперь в этой переменной и дэе знает и компилятор знает какого она типа и он вам не скомпилирует если вы потом в эту переменную что-то несовместимое попытайтесь запихнуть то есть этот type influence сохранение типов все это работает так операторы я опять не успеваю что ж такое ладно я хотел вам показать же юнит придется же юнит показывать следующий раз операторы опять же все как все как любом есть к другом языке вы знаете значит есть операторы деления и деления с остатком и если вы работаете на целых числах то вот этот вот деление она будет целочисленным то есть она вам даст целое на целое всегда даст целое число но как бы без дробной части но я уже показывал вот этот делить один делить на ноль да это будет целочисленная арифметика если хотя бы одно из один из аргументов это дабы то тогда результатом будет дабы это надо помнить держать в голове потому что на первых порах тут может быть источник какого-то непонимания процентик полезная очень штука это остаток отделения как раз для целочисленной арифметики он нужен и как раз на целочисленных этих он работает у нарные операторы плюс и минус тут даже нечего говорить сдвиги есть такая штука как побитого из двиг и наверное если вы чего-то где-то какую-то архитектуру процессорную изучали вы наверное знаете что вот поделить на два число это все равно что сдвинуть все его биты вправо на один на один разряд но понятно в бинарном этом значит при этом вообще говоря операции деления это операции полиномиальные по но имеет полиномиальную сложность по ширине того что мы делим а операция сдвига вправо это операция которая очень быстрая под нее есть специальные микропроцессорные команды она вообще вот так вот в один в один шаг выполняется соответственно когда я учился программированию мне там гуру всякие говорили не дели на 2 использую сдвиг потому что мол компилятор там сразу использует процессорную инструкцию это прям очень круто быстро будет и все это будет очень хорошо значит сдвиги в джаве оператор их видов есть и несколько примеров то есть двиг влево это умножение на 2 получаем 10 сдвиг вправо это деление на 2 но целочисленное поэтому получаем 2 до вместо двух с половиной как бы половинка она уехала вправо мы ее потеряли получилось число 2 значит от отрицательными числами то же самое но влево понятно а вправо значит движение вправо есть два варианта для сдвига вправо короче говоря в джаве один который старший бит сохраняет знаковый и тогда мы можем сохранить правильную операцию с как бы санит интон а второй вариант который заменяет старший бит ну нулем нулевым битом и тогда у нас получается вот такой вот результат просто минус 5 он же имеет единички впереди когда мы сдвигаем вправо получается старший нулевой бит и получается такое значение если сейчас то что я вам говорю кому кто как бы понимает тот пусть понимает кто не понимает тому вот вывод не перемудрите со сдвигами значит если вам сдвиги не нужны не используйте их хорошо что как бы вы все люди молодые и у нас 2019 год на дворе и все компиляторы java компиляторы и оптимизатор уж и подавно умеет соптимизировать с учетом процессорных возможностей поверьте меня лучше чем вы это сделаете поэтому не надо строить из себя хакера и использовать сдвиги вместо деления если вам нужно деление делите все с оптимизировать что будет работать хорошо быстро а вот на устроить ошибку очень легко потому что значит если вы хотите поделить 5 на 2 в 32 степени ну допустим на 2 в степени n вы говорите 5 делить 5 сдвиг n и вам может показаться что если 5 поделить на 23 строй но точно будет 0 правда ведь а если вы используете операцию сдвигать будет 5 потому что операции сдвига она берет по по модулю 32 свой второй аргумент и применяет его это ошибка то есть это реально такие я такую фигню видел действительно то есть кто-то хотел вот очень умным сделаться делить на 2 в степени ну таким вот образом они для поэтому если вам сдвиги не нужны если вы не знаетесь криптографии каким-то битовыми штуками не используйте их вот если знаете зачем используйте у нас пять минут побитого и операторы я думаю все понятно конъюнкции дизюнкции отрицания исключающие или операторы сравнения полный набор их значит равно не равно так же как и все два равно и восклицательный знак равно булевские операторы работающие над буллями то есть булевский тип винтовый тип это разные типы в джаве и поэтому как бы хотя операторы те же самые но суть разная и вот любопытный факт в булевских операторах вместо тильды используется восклицательный знак то есть не в смысле не над буллем это восклицательный знак а не в смысле побитого и не как побитого оператор это тильда это единственное различие в остальном здесь и или исключающие и или работают но кроме того так же как и все имеются операторы с коротким замыканием значит коротким замыканием это что если мы пишем вот такой вот код у нас слева x не равно нулю и значит единицы делить на x больше чем x плюс y значит если первая часть в как бы сделалась false то мы уже знаем что не нужно вычислять правую часть оператора потому что если хотя бы один из операндов конъюнкции false то тогда другой оперант вычислять не надо результат будет false и это позволяет писать вот такой вот код который никогда не приведет к делению на ноль потому что исполнение никогда не пойдет в правую часть вычислений вот этой вот формулы потому что левая часть уже вычислилась false она скоро делает короткое замыкание горит false и все справа ничего не вы не вычисляется то есть иногда вам нужно вычислить все операнды чтобы что-то там произошло но чаще всего вам это не нужно чаще всего в условиях их используется именно операторы с коротким замыканием я думаю те кто носи уже программировал тем это знакомо очень хорошо и здесь никаких никакой разницы нету оператор присвоение значит возвращает то что присвоили x равно 42 возврат напечатает 42 есть вполне валидный пример использовать такой прям паттерн использование операторов возвращаем значение операторе присвоение этот цикл вайл значит пока мы прочитали значение прочитанное значение равно нулу делай что-то в этом цикле значит вот такой паттерн он сплошь и рядом присутствует в джаве я думаю что все он присутствует тоже как мне кажется то есть оператор присвоения непосредственно блоки в этом тут тоже ничего нового нет при пост инскремент значит замечательные штучки мы про них говорили на первом занятии значит знакомым все тоже как будто бы ничего нового а где один маленький ворнинг одно маленькое вернее не маленькая огромное предупреждение такой баннер значит когда вы будете писать многопоточные программы они одна значит программа на java значит за рамками hello world не является однопоточной вам может показаться что эти операции атомарные то есть либо мы имеем значение а плюс плюс до а плюс плюс либо мы имеем значение плюс плюс после а плюс плюс и в зависимости от этого что там у нас другие треды прочитают она будет видно на самом деле это не так это операции не атомарные они очень здорово расшибаются когда идет параллельное выполнение в предах и поэтому они бесполезны если мы хотим каким-то атомарный счетчик приделать на вот этом вот плюс плюсе они используются исключительно в сингл фреда в каком-то контексте с атомарными счетчиками про это мы поговорим под занятие посвященное мульти по точности тернарный оператор полностью заимствованные си знак вопроса двоеточие у них у операторов есть приоритет и ассоциативность значит я тут немножко гоню я сильно не успел но в общем будем тогда догонять следующий раз что хочу сказать про приоритет у логических операторов оператора конъюнкции имеет приоритет над дизъюнкции он а вот так вот в общем короче суть тогда посмотрите вот сюда вот вот сюда видно да вот то есть на самом деле то что в верхней строчке оно равно тому что в нижней строчке то есть оператор конъюнкции имеет приоритет над оператором дизъюнкции он имеет приоритет но никто про это не помнит никто точно не помнит какой там приоритет поэтому ставьте пожалуйста скобки если вы хотите что ваш код был читабельным чтобы никто не ломал голову а как же это черт возьми работает поэтому лучше ставьте скобки на приоритет не на приоритет как бы не рассчитываете и наконец операторы и вот с инкрементом они вот такие странные у них правая ассоциативность то есть вот то что наверно верху она равно тому что внизу но это просто эзотерический код как бы такого не пишите вот но если уж пишите то знаете что ассоциативность бывает не только слева направо у некоторых операторов но и справа налево а как же оператор запятая которая есть все а его в java нет этого оператора хотя вот в том блоках for и блоки тра и там где как бы обычно использует оператор запятая все там не специальный синтаксис где можно через запятую перечислить несколько стейтментов и он как бы будет работать как запятая но за пределами вот этих круглых скобочек фори и за пределами сколку скобочек вправе по моему этим исчерпывается я могу ошибаться но по моему этим исчерпываются запятую вы использовать не можете оператора запятая в языке java просто нет у нас вышло время а я еще должен был рассказать про всякие ифы и про свечи про джи юнит придется это все на следующее занятие переносить и как-то ускоряться вот у вас будут семинары по джаве поэтому в принципе можете да а здесь как бы ну то есть все равно а сейчас олег просто будет с вами работаем и прям здесь нет она здесь сейчас просто другая пара у нас должна была быть здесь пара на ее отменили поэтому сейчас и перерыв пообщаться короче так говорят что есть время как это самое голосуем кто за что чтобы еще 15 минут здесь пасу послушать как бы меня хорошо 10 минут и в пропускаем да и в пропускаем хорошо и в пропускаем я только хотел сказать про значит лс тоже пропускаем ребята ребята значит вещи которые вы точно наверное не знаете значит java очень следит за как бы сэйфити во время компайл тайма поэтому у java есть понятие анричи был код если вы напишите так давайте я пропущу цепочки давайте это пропущу так 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 вот так 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 где же тут вал то у меня вот отличная да смотрите если мы напишем вот такой вот код он не скомпилируется вот такой код в джаве не скомпилируется потому что компилятор видит что это вайл фоллс то есть он точно знает что это переменные там фоллс и как бы она не нет никаких шансов и быть true и он скажет у тебя там блок но этот блок никогда не будет его выполняться это понятие анричи был код если есть какой-то шанс ее заставить выполниться он он не будет анричи был он будет ричи был но если допустим вас есть функция в этой функции return безусловный просто там рара бла-бла-бла return а после return еще какой-то код ничто не заставит вас выполниться код который после return это на с точки зрения джавы это называется анричи был код и джава не будет это дело компилировать но возвращаясь к и фу назад это все отмотав а значит а в и фи а если вы напишите и фоллс он это не воспринят как анричи был кот потому что в джаве значит это было давным-давно далекой далекой галактике в всяк же и в других языках и всякие и в дев и вот эти вот про приправе канка конструктор за рейтс и при процессора джаве этого нет поэтому если вы хотите отключить какой-то кусток кода то естественным как бы способом отключения куска кода является написать if что-то что является константно фолл сам понимаете если вы хотите его включить для какого-то заказчика в эту константу меняете на true но код при этом не стираете из программы вот хотя такой код является технический анричи был но как бы в джаве для этого есть исключение специальные блока вот на открытость и фоллс это такой способ убрать кусок кода от исполнения вот значит опять же есть но я напомню до что элси группируются с последним и фом но это не всегда очевидно вот так вот мы уже по по форматировали понятно какой с какому и фа относится если мы по форматировали по-другому могло бы показаться по совершенно иначе поэтому используйте фигурные скобки это всегда хороший стиль значит добавить фигурные скобки что было понятно какой элса к чему относится значит со свечом та же ерунда что и все все плюс-плюс рассказывать не буду окей все вы знаете что брейки стоят надо предвольный типа сравнения или только инты инамы и стринги не все но специальные косты инты инамы и стринги до начиная значит 7 джава между прочим по моему начиная с 7 джава может стало возможным сравнивать стринги вот собираются значит это спросите в телеграме я скину ссылку на прекрасный доклад паттер матченко его воображаемые друзья значит там такая была история там там такая картиночка была типа в первой джаве вы можете вы пишете код с определением там больше кода значит в 10 джаве сделался type inference и значит если продолжить то 100 ты джаве уже будет паттер матчинг так сложный вопрос а ну не только нам когда можно депо декомпозировать например что-то вот как бы если а запятая б равно чему-то и как бы вот то что справа от равно но не композируется равна на бы так значит брейки не занимает по чару стрингу а да еще по чару чар вы говорите только целые стринги едином и чар я уже забыл ну да чаром сводится к числу так что еще я хотел рассказать из этого массивы нет на самом деле значит массив джаве на самом деле эта область в куче которая аллоцируется в момент когда вы определяете массив и он передается по ссылке всегда то есть если вы говорите а равняется б а массив и b массив то б просто получает ссылку на массив а и соответственно образом через переменную б вы также может сможете значение массива поменять и в а это поменяется другого способа никакого с массивами никакой аллокации массивов на стеке в джаве нету вот дальше в джаве нету двухмерных массивов или многомерных массивов на самом деле в джаве есть массивы массиву джаве есть удобный синтаксис инициализации массивов по месту то есть вы можете взять и проинициализировать массив по месту и потом вот так вот использовать но на самом деле вы можете писать треугольные матрицы вот какие-то или чего-нибудь еще вы можете кучу сэкономить себе пространство значит объявляя как бы двумерный массив но так как это все равно массив массивов то вы можете объявить его вот так вот вот так вот число строк мы знаем а в каждой строке как бы как массив какой длины мы не знаем и просто принять что это массив какой-то то есть проинициализировать и треугольным образом то есть в каждую строчку прописать массив все более более увеличивающейся длины и таким образом вы получите треугольную матрицу которая ровно в два раза меньше занимает пространство чем занимал бы квадратная матрица вот то есть многомерных массива джави нет но есть массивы массивов и это очень удобно так про циклы я думаю что вы знаете то же что и все значит тоже да не тоже это вот про анричи был код так циклы for те же что и все значит но вот видите здесь можно написать что-то через запятую хотя это не оператор запятая как в селе этот это синтаксис так позволяет писать джави да да любую фигню но опять же это не очень приветствуется слева направо помог да это слева направо идет да это слева направо то есть это не сиди все все проще гораздо значит видимость переменной цикла такая же как все то есть если вы ее вот здесь вот определили за пределами цикла и и не будет если вы ее определили в цикле она будет видно берни за цикл им она и будет видно за циклом да ребята я забыл вам сказать отличие а все я прав точно не знаю все так можно или нет но в джави внутреннем блоке вы не можете переопределить переменную то есть если вы во внешнем переменную и определили во внешнем блоке and и и во внутреннем блоке тоже пишите in и это будет ошибкой компиляции вы можете все также да все можно вот 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 так как бы в javi такое такого делать нельзя не было никогда вы можете переопределить допустим если у вас в классе какой-то член класса имеет имя и локальную переменную с таким именем сделать и опять же это считается плохой практикой опять же чек style там будет ругаться и заставлять вас придумывать другие имена но на уровне языка это не контролируется но вот на уровне языка контролируется то что вы не можете закрыть переменной другую переменную вот брейк и континью все вот на этом пожалуй стоит сделать паузу точно все нет тут и всех джави нет гауту никакого но в джави тем не менее есть понятие лейбла то есть вы можете взять и написать написать вот такую вот историю перед словом while или перед словом for и вообще перед if он по моему тоже в общем вы можете взять и поставить лейбл перед циклом и дальше если вам надо выпрыгнуть сразу из двух циклов то есть вот у вас имеется один цикл внутри него имеется другой цикл и что-то произошло и вам надо выпрыгнуть break обычно он же выпрыгивает из одного цикла если вам надо выпрыгнуть сразу из двух циклов вы используете break и в брейке прописывайте лейбл который здесь определен выше если это будет не определенный лейбл это будет об ошибка компиляции но если это определенный лейбл то break он выпрыгнет вот в эту вот точку вернее он выпрыгнет из цикла который определен этой точкой континью соответственно континью тоже может быть слэпу не надо ничего мудрить а там кому-то нравится такой стиль кому-то не нравится но если вам надо выйти из вложенных циклов из нескольких используйте break с лейблом не надо мудрить джави такая возможность есть используйте ее go to нет но брейки с лейблами есть вот на этом пожалуй все что касается ввода в синтаксис джава на следующий раз я покажу джи юнит потом буду рассказывать про классы покажу как ломбок как бы как с ломбоком легче живется ну вот все спасибо